добрый день уважаемые зрители сегодня 31 января 2024 год хотел поделиться в этом видео о событиях которые произошли за последние 9-10 дней а конкретно о землетрясениях 23 января ночью жители города алматы почувствовали землетрясение которое произошло в китае то есть эпицентр был там магнитуда составила 7 и 1 можно сказать что довольно сильное землетрясение от города алматы эпицентр находился в 260 километрах и что самое интересное данное землетрясение почувствовали не только в городе алматы но при этом еще в шимкенте в таразе в городе кунаев также еще дошел даже до караганды и в астане если вы следите за новостями в казахстане я думаю вы уже слышали про это землетрясение она надела довольно таки много так скажем шороха в казахстане особенного алматы конечно вот в ту же ночь большинство жителей вышли из своих домов когда почувствовали данный сильный толчок у кого-то там дом шатался у кого-то там кровати ходили как говорится шкафы люстры вот многие люди по выскакивали на улице в чем было ну в чем были одеты дома кто-то в трусах выскочил даже вот кто-то там в тапочках и так далее многие люди так скажем подождав первую волну они вышли на улице по кто-то сидел в машине грелись машине так далее ждали думали что будет старая какая-то волна еще одна вот в городе алматы большим были большие пробки многие поехали на азе заправляться и начали выезжать из города кто-то поехал в аэропорт и прямо в ту же ночь оказывается купили билеты и улетели а кто-то уехал из города там к близким к родственникам и так далее кто-то поехал на свои дачи ну и также дам дальше загородные дома вот в алматы данное землетрясение оценили на 45 баллов у нас дома в целом тоже все почувствовали дом прям качался было довольно таки жутко мы никуда не выходили мы были дома нашли безопасное место и просто как бы все проснулись оделись и ждали вот еще в новостях прочитал что в это же время когда было землетрясение ну или в этот период четыре рейса не смогли совершить посадку в аэропорту алматы вот и там написали что один из рейсов отправили в город тюркестан а другие рейсы я так понимаю они остались кружить над алматы а потом уже через какое-то время им разрешили зайти на посадку такого рода природное явление конечно напугает любого даже тех алматинцев которые здесь родились выросли и так скажем всю жизнь живут с опасением и страхом насчет землетрясения но как бы я думаю сейчас уже почти сколько прошло дней девять десять прошло уже с того момента стала сильного землетрясения и люди начали потихоньку приходить себя и уже более спокойные нежели до этого также меня есть честно очень напрягло что данное землетрясение то есть ударная волна дошла до столицы до города астана то есть это я понимаю что как бы до эпицентр от алматы находится в 260 километрах но от алматы астана находится в 1200 километрах то есть от эпицентра почти 1500 километров вот и там они ощутили это землетрясение говорят не по все не по всему городу а в какой-то только части города тоже говорят что люстры качались мебель ходила ходуном скрипела и так далее такие вот дела это наверное вот самое неожиданное из того что вообще могло произойти наверное потому что как бы обычно из города алматы многие жители переезжают в астану только потому что там нет землетрясений и это кстати не конец всей истории 23 случилось первое сильное землетрясение за долгое время и она случилась в китае но пришло волной суда как называют еще автор шоке и потом в дальнейшем после этого еще в течение почти недели были землетрясения но уже не такие сильные были четыре там магнитуды четыре с половиной пять и недавно кстати случилось еще магнитудой 6 тоже было довольно ощутимо но опять же не все в городе алматы это ощутили а только какая-то часть вот а так всю неделю то есть мы ощущали эти землетрясения толчки можно было легко понять когда землетрясение там дома люстры шатались или шкафы и скрипели старые до такие вот дела по наблюдениям на разных сайтах про землетрясения за эту неделю в китае случилось именно вот в этой точке вблизи этой точки это примерно северо-запад китая там случилось более 50 землетрясений и все они магнитудой выше 4 а теперь небольшая теория заговора или же догадки потихоньку с новостями о землетрясениях начали выходить и другие новости о том что первое что это быть может возможно в китае строят что-то крупное примеру новую дорогу нашли в новостях информацию что из китая в кыргызстан строят новую горную дорогу и что самое интересное данная дорога проходит прямо вблизи с эпицентром землетрясений то есть там где в основном были толчки там как раз проходит новая дорога я не знаю сейчас как бы зима если вообще резон сейчас что-то строить тем более в горной местности если что-то строит наверное что-то там взрывают какие-то горы может быть холмы и так далее если даже там были какие-то взрывные мероприятия я не уверен насколько это могло повлиять на землетрясение вот но это одна из версий такие вот дела версия номер два также нашли информацию в интернете в новостях о том что в китае бурят одну из глубочайших скважин почти 11 12 километров где-то так планируется вот бурение скважины будет продолжаться почти там 500 дней где-то примерно ее начали бурить в прошлом году и что самое интересное бурение данной скважины происходит относительно недалеко от эпицентра данных землетрясений примерно в 200 километрах вот тоже так скажем догадки насколько это может повлиять вообще на землетрясение на земную кору и так далее вот но также как бы знающие люди специалисты его именно вот кто не в нефтегазовой сфере работают люди сказали что бурение скважин такого рода привести к землетрясениям могут но вероятность говорят очень низкая если даже будет землетрясение то они будут очень слабые то есть вероятность того что из-за такой скважины может произойти землетрясение магнитудой 7 по шкале там рихтера к примеру да то это очень низкая вероятность так что это опять же догадки но просто все так близко и как бы да вот скважина строительство новой дороги в горах вот такие вот дела продолжаем третий момент так как данная местность горная посмотрели там по картам и так далее ну и потом нашел еще в интернете информацию оказывается там а прям где происходит эти землетрясения находится стык 2 тектонических плит вот больших плит и люди говорят что сейчас они так скажем не то чтобы поглощаются друг другом а врезаются в друг друга и как бы из-за этого проходит данное землетрясение что примечательно в данном регионе я лично к примеру ранее не наблюдал землетрясений эти землетрясения начались вот именно только в январе четвертый момент также люди предполагали догад где строили догадки так далее о том что быть может в китае проходит испытание каких-то секретных оружий ну не знаю может каких-то бомб и так далее но это все предположение конечно и догадки вот но опять же данная местность где происходит землетрясение она не пустынная она не заброшенная там живут люди там находится города там находится селение поселки и так далее вот нашел информацию в интернете что в данном регионе находится городок ахсу вблизи этого города ахсу есть другие населенные пункты и там во время землетрясений произошли тоже как бы сильные удары толчки обрушились более 40 домов и какие-то дома пострадали вообще в целом и как бы пишут о некоторых пострадавших пятый момент нашел в интернете статью о том что также луна влияет на то что на земле происходит землетрясение и так как большинство землетрясений происходили в ночное время тоже были какие-то предположения о том что это все из-за луны вот но я так понимаю что в первую очередь это наверное же происходную природного происхождения из-за того что тектонические плиты смещаются и как бы двигаются за эти дни многие жители алматы также скачали множество разных предложений по землетрясениям но они к сожалению никак не прогнозируют и не предупреждают о землетрясение которое случится а только сообщают о том что какое землетрясение уже произошло обновление у них обычно было 15-30 минут вот но зато можно было сверяться именно ощущениями то есть если вы ощутили землетрясение если вам кажется что вам показалось или не показалось то можно зайти в это приложение и понять только вы ощутили или еще кто-то ощутил или вообще было ли землетрясение так скажем чтобы не сойти с ума а потом еще мне скинули какой-то телеграм-канал который называется прогноз землетрясение по космос ним ком облачности вот там люди прогнозируют примерные землетрясения по облачности над какой-либо территорией вот и там я покопался тоже в этом канале нашел информацию примерно 15 за 15 января и там прогнозировалось землетрясение в китае примерно 7 магнитуды 7 примерно ну через неделю и получается вот 15 плюс 5 плюс ну сколько плюс 7 дней и вот 23 числа получилось такое вот землетрясение не знаю насколько могут быть правдивы и данные прогнозы но в целом они прогнозируют именно от течение недели и 5-7 дней вперед до землетрясения вот таким образом выглядит телеграм-канал в целом они прогнозируют землетрясение по по всему миру вот примеру есть прогнозы на турцию на америку есть прогноз тайвань и япония бразилия и так далее а так вот выглядит одно из приложений которые сообщают о землетрясении то есть которое уже случилось вот примеру есть графа возле меня и вот за вчерашний день в 260 километров примерно произошло сколько здесь 6 землетрясений одно из сильных это 5 и 8 опять же все это в китае в городе алматы до сих пор идут обсуждения вопросы и так далее почему в ночь того самого сильного землетрясения в алматы не сработали сирены не было sms оповещений и в целом оповещение жители города алматы о том что произошло землетрясение и как бы нужно что-то делать вот но что самое интересное буквально наверно за три или пять секунд до землетрясения которое произошло 23 числа к на мой телефон android до пришло оповещение о том что сейчас произошло землетрясение готовьтесь представляете я сам не ожидал я думаю такой прикол я вот помню этот прям момент я сидел за компьютером пришло какое-то обовещение этот как смс к на телефон получается я решил проверить думаю короче кто там что там пишет ночью как бы до открываю и прямо открывается окошко сейчас наверно где-то здесь выведу на скрин и то есть оповещение о том что сейчас будет землетрясение и я думаю что это прикол и прям вот буквально вот телефон в руках и я понимаю что что это не прикол и это впервые жизни приходит такое оповещение на телефон я вот только встал с кресла компе за компьютерным столом и бац начала качать я просто резко выбежал из комнаты побежал в спальню разбудил супругу детей супруга тоже почувствовала там сама тоже скачила а мы взяли детей и как бы нашли в квартире безопасное место и там заняли место вот землетрясение было дом вот так качал то есть как бы до люстра качалась в целом но на квартире ничего такого не попадала то есть посуда все на месте было картины которые висели тоже на месте были по квартире никаких трещин ничего в дальнейшем я не обнаружил дверные косяки все без без искажений так скажем вот вот такие вот дела уже на следующий день с жителями нашего дома мы начали проверять все ли в порядке целый ли дом снаружи и так далее появились какие-то трещины в подъезде но предполагаем что это трещины штукатурки просто может быть где-то штукатурка лопнула и появилась такая трещина посмотрели по несущим так скажем несущим колоннами так далее все целое спустились подвал там тоже все посмотрели никаких трещин нет все сухо все все нормально вот проверили дом с другой стороны с другой стороны дома у нас есть магазины проверили их там вот эти витражные окна и так далее ничего не треснуло ничего не лопнуло вот у нас по крайней мере все обошлось дома но не у всех в алматы все так хорошо есть некоторые жилые комплексы где появились трещины в интернете можно найти будет разные видео люди делятся фотографиями видео и так далее вот опять же как бы не знаю либо это там стена лопнула какая-то может быть это тоже штукатурка может быть гипсокартон и так далее вот появилась вроде как справочная служба по городу куда можно позвонить по поводу этих трещин и так далее сообщить не знаю что делают в этом плане госорганы может быть отправляют к их комиссию или или делают потом какой-то дальнейшем укрепление дома и так далее ну непонятно кстати говоря в дальнейшем у нас тут в алматы появился список недобросовестных строителей жека то есть недобросовестные строительные компании которые строят жилые комплексы в городе алматы так скажем не рекомендованных жека к покупке вот довольно удивительно звучит ведь как бы акимат города алматы это как бы ну мэрия государственный орган который так скажем дает наверное документы так далее на строительство землю там выделяет на строительство вот и как бы они заявляют сейчас такое что вот пример мы в этом жека не рекомендуем покупать дома это звучит очень довольно странно я думаю как бы они же ведь строительные компании тоже просто так на месте не строят дома они обязательно делать разрешительные документы как бы все это обговаривается договаривается получают все это всякие бумажки и так далее вот довольно звучит странно но теперь вот есть такой список в последние не стало легче потихоньку весь этот ужас начинает забываться но в школах и в детских садах активизировались госорганы сказали нужно этому всему обучать внести разные подготовительные уроки в садиках сейчас готовят даже эти тревожные рюкзаки для детей делают какие-то обучающие мероприятия или тренировочные мероприятия и так далее вот также еще по рассказам узнал что в ночь того самого сильного землетрясения в городе алматы взлетели цены на такси и были большие пробки вот это в ночное время и потом еще узнал что на следующий день многие компании разрешили своим сотрудникам прийти чуть позже обычного времени то есть если к примеру 9 часов утра начинается работа кому-то разрешили прийти в 10 кому-то к 12 вот и также еще люди заметили что в эти дни в городе алматы было поменьше пробок и в целом было поменьше людей вот такое ощущение будто кто-то либо совсем не уходит из дома кто-то совсем уехал из алматы а еще мне друзья скидывали с сайтов где покупают авиабилеты из астаны в алмату примеру подешевели авиабилеты вот так как спроса видимо совсем нет и было настолько жутко и страшно людям что никто не хотел сюда лететь после землетрясения многие люди начали здесь продавать квартиры машины и так далее я не знаю насколько это серьезно или это может быть тоже прикол или шутка но вот так люди начали выкладывать там в инстаграме в социальных сетях о том что продам квартиру на двадцатом этаже очень дешево ну вот так примерно звучало объявление вот такие вот дела тоже были на моей памяти это одно из крупнейших событий за последние годы одно из сильнейших землетрясений которые было в алматы как бы и до этого бывали но не такие сильные толчки вот ну что же целом я тоже думаю о том чтобы переехать частный дом но для этого нужно как говорится копить деньги искать участок и планировать строительство дома вот такой вот монолог надеюсь вам рассказ был интересен узнали что-то интересное что-то новое такие вот дела будем на связи рахмет сау болон издар спасибо и до скорой встречи до новых выпусков в эти дни нахожусь в астане это получается у нас центральный казахстан и здесь тоже начали поступать уведомление о том что в этих краях были землетрясения было якобы землетрясения рядом с городом кунаев потом было землетрясение рядом с городом козлорда еще было землетрясение рядом точнее в национальном парке бурабай то есть вблизи города щучинск вот но потом как бы наши мчс дали опровержение о том что этих землетрясений не было якобы в приложении была какая-то ошибка вот такие вот дела я не знаю как это работает и честно да ну все вот эти землетрясения которых последний их никто не ощутил и каких-либо в соцсетях как бы сообщений постов ничего такого не было и также вот в эти дни наблюдаются какие-то землетрясения в восточном казахстане ну там небольшие толчки ну и конечно же до сих пор не спокойно в самом китае есть прогноз землетрясения на 5 магнитудой 5 по шкале рихтера и на шестерку даже вот говорят что там сейчас идет какая-то дегазофикация такие вот дела в целом по землетрясениям сейчас стало спокойнее люди начали меньше переживать но следят за ситуацией добрый день уважаем зрители пуган он должен чахпан 19 февраля и в китае землетрясения не стихают по прогнозам на 20 до 22 февраля говорят что будет еще какой-то тоже сильное землетрясение но опять же это все прогнозы прогнозы это как ну как с погодой получается может будет может не будет вот а так целом ждем а так вот в эти дни все тоже всю неделю то есть раз в день землетрясения это обязательно где-то чувствуется вам это где-то совсем не чувствуется вот в целом люди уже потихоньку привыкли и паники почти совсем нет и опять же это все конечно предсказание там прогнозы так далее сейчас очень много разных вирусных роликов в интернете в инстаграме в тик токе там какие-то не знаю магии астрологи что-то в роде короче точно не знаю кто они вот они предсказывают данные землетрясения вот ну что же будем ждать рахмет сау болгин здар спасибо и до скорой встречи